Мир вам, братья и сестры! Сегодня у нас хорошее служение. Сегодня детки наши участвуют в служении. Мы очень рады видеть наших детей. Большой хор детский. Детки, только одна просьба. Мы как только помолимся, начинается служение. И чтобы вы очень внимательно слушали, хорошо? Чтобы не баловались, не разговаривали. И в зале тоже. Мы все детки Божьи будем готовы к тому, чтобы слышать Слово Божье. Давайте помолимся, преклоним наши сердца и головы перед Господом. Господь, благодарим Тебя сердечно, поклоняемся, славим Тебя, ибо Ты один достоин славы. Благодарим Тебя, что ради того, чтобы подарить нам жизнь вечную, Ты оставил славу неба, величие все Твое. Сделался, Господи, подобным нам. Принял образ человека. Пришел на эту землю и умер за наши грехи. Мы очень благодарим Тебя, Господи, за великую жертву Твою. Слава, хвала Тебе, Господи. Как мы рады, что Ты сделал нас детьми своими. И теперь мы можем быть близко к Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за эту прекрасную возможность быть в Доме Твоем еще раз, поклониться Святому имени Твоему. И очень благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность услышать еще раз Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил все это общение. Благослови братьев, кто будет говорить Слово Твое. Исполни их Духом Твоим Святым. Мы просим Тебя, чтобы Ты послал милость Твою и благословил, Господи, Слово Твое, чтобы мы могли, услышав Его, принять глубоко в наши сердца и быть послушными Ему. Прошу Тебя, Господи, благослови участие деток наших. Пошли милость Твою. И мы очень благодарим Тебя за то, что они могут прославлять и поклоняться Тебе. Благослови все это служение, все участие. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Бог небу и землю состав Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Вместе все дети земли. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь Господь с нами, все дети земли. Мир вам, братья и сестры. Я очень рад, что еще раз у меня возможность поделиться с вами короткий месседж на английском языке. И я рад, что друг мой Виктор, еще раз он переводит меня. Спасибо, Виктор. Спасибо, Роберт. You know that a few times this last year, we have looked at the book of 2 Corinthians. Я могу переводить по-немецки, right? Let's say it in German. Как вы помните, мы уже несколько проповедей имели на тему 2 Послания к Коринфянам. And we know that Apostle Paul wrote two letters to the Corinthians Church. Мы знаем, что Апостол Павел написал два послания к Коринфянам. He wrote 1 Corinthians and 2 Corinthians. Это 1 и 2 Послания к Коринфянам. 1 Коринфянам is a very different kind of book than 2 Corinthians. In 1 Corinthians, Paul speaks to some very big problems in the church at Corinth. In 1 Послании, Павел обращает внимание на достаточно серьезные проблемы в Коринфе. They had very great problem with gossip. У них была большая проблема сплетен. They had very great problems with immorality and understanding marriage. У них была огромная проблема моральности и понимания брака. They had great problems with abusing their spiritual gifts. У них была большая проблема неправильного употребления духовных даров. And they did not understand the true nature of the resurrection. So, 1 Corinthians is a very strong book. Paul hits them very hard with some corrective instructions. Paul wanted to test them to find out if they were a real church. He wanted to see if they were willing to follow Jesus in truth. Well, we know from history that the Corinthian church responded well to Paul's instructions. They repented of the things they were doing wrong, and they followed Paul's directions. So, we get to 2 Corinthians, and Paul really wants to comfort them. It looks like they were very much afraid that they had lost their favor with this great apostle. And in 2 Corinthians, he wanted to lift them up, and to encourage them, and let them know that he loved them very much. In fact, we call 2 Corinthians the Book of Comfort. In 2 Corinthians, the word Comfort appears 13 times. The word Comfort appears more in 2 Corinthians than in all the rest of the New Testament put together. And it's more, than in all the rest of the New Testament put together. So, the book of 2 Corinthians is about God's comfort for his people. And we've seen, in the first chapter, some areas where God gives us comfort. And in 1 Corinthians, we see that God gives his people comfort in the midst of difficult situations, circumstances. And we see that God comforts us when our ministry plans don't go as we would like. And we see that God comforts us when our plans change, and someone changes plans, and we are disappointed. And now, in chapter 2, we see that God comforts us when we mess up. And in 2 Corinthians, we see that God comforts us when we mess up. The word mess up means to make a big mistake, to do something really wrong. In the context of 2 Corinthians 2, comfort for someone who has sinned greatly. Let's look at our passage, which is chapter 2, verse 5 through 11. I will read in English, and then Victor can read in Russian. If anyone has caused grief, he has not so much grieved me, as he has grieved all of you. To some extent, not to put it too severely. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now, instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. The reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. If you have forgiven anyone, I also forgive him. And what I have forgiven, if there is anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. If there is no one who has forgiven me, but a part, to not say a lot, and all of you. For this, there is a sin of many. So, you should have forgiven him and be forgiven, so that he is not absorbed by the sin of sin. And that is why I ask you to give him love. Ibo, я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Итак, начинается отрывок словами, что «если же кто огорчил?» Давайте зададим вопрос, о ком это здесь идет речь? Это здесь конкретная личность или это в общем? И большинство комментаторов соглашаются с тем, что здесь идет речь о конкретной личности, о том самом человеке, о котором было в 1 Коринфянам, в 5 главе. В 1 Коринфянам 5 мы имеем историю о человеке, который был вовлечен в аморальное поведение. Человек имел семейные отношения с женщиной, которая была его сводная мать. И церковь проявляла свою толерантность в этом и ничего не делала. У них было неправильное понимание христианской любви. Они допускали, что христианская любовь — это значит, пусть каждый делает, что хочет, и не надо никому не мешать. И в 1 Коринфянам Павел очень ясно заверяет, что нельзя было смиряться с таким грехом. И если такой человек продолжает грешить и не каяться, его нужно отлучить от церкви. И если вы читаете 1 Коринфянам 5, Павел очень тверд в этом решении. И вот здесь во втором послании, во второй главе, понятно, что этот человек покаялся. И похоже, что люди в церкви, несмотря на то, что этот человек покаялся, продолжали унижать его и как-то плохо к нему относиться. И, скорее всего, большинство людей в церкви говорили этому человеку, Павел все еще сердится на тебя. И вот здесь, в пятом стихе второй главы, Павел говорит, что если кто, причинил огорчение, то это не только меня, но и всех вас. И в 6 стихе говорит, что он уже наказание получил от большинства, и этого уже достаточно. И когда мы смотрим на этот послание, это, наверное, говорит о церкви решении того, чтобы уйти этого человека из-за церкви. И, возможно, здесь говорится в этом отрывке о церковном решении отлучить этого человека от церкви. И в 7 стихе есть такое слово «сейчас». И из контекста понятно, что этот человек после отлучения покаялся в своем грехе. И здесь Павел говорит о нашем отношении к тем людям, которые грешат и каются. Здесь он говорит, что вам лучше простить и утешить так, чтобы он не был поглощен печалью чрезмерно. Здесь мы понимаем, что кто-то, если кто большой тяжелый грех совершит, то он очень печалится. И здесь вот в такой ситуации, когда кто-то согрешает, а потом кается, нам не следует продолжать бить его и усложнять ситуацию. Нам нужно поднимать таких, утешать их и вдохновлять. И Paul repeats it in verse 8, where he says, I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. And then in the next verse, verse 9, Paul makes a very interesting point. А в 9 стихе Павел говорит нечто весьма интересное. He says here, my strong words were not just about that person who was sinning. Он говорит, что вот те строгие слова, которые я писал, это не только о том грешнике. When I wrote to you in a strong way, I was also testing the church. Когда я писал вам, я также проверял вас, как церковь. And what kind of test was he giving them? И что же это был за экзамен? He tells us in verse 9, the reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in anything, in everything. Он говорит, что этот тест, который я вам предложил, это чтобы проверить, будете ли вы послушны во всем. And the good news is that all the information we have is that the church was obedient and they did obey Paul's instructions. И положительное в этой истории то, что церковь действительно послушалась его в этом вопросе. And because they showed themselves to be obedient, Paul says that they are wise enough to judge when to forgive someone. What do I mean by that exactly? It means he now trusts their leadership to make a good decision about if someone's repentance is sincere. И теперь Павел доверяет их руководству, что они достаточно мудры, чтобы принять решение по отношению того, кто грешит и кто кается. And he says that in verse 10, he says, If you forgive anyone, I also forgive him. Он говорит, а кого вы в чем прощаете, того и я. This is a very good statement about the strength of this church. Это очень хорошее утверждение насчет твердости этой церкви. Paul says, I believe that you have a correctly functioning leadership. Павел говорит, я верю, что у вас есть руководство, которое правильно функционирует. And if you decide that this person has repented and should be forgiven, then I forgive him also. Если вы решили, что этот человек покаялся и что его надо простить, я тоже. И потом он еще говорит в 10 стихе, Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. What's he talking about here? He says, in the sight of Christ, for your sake. Он говорит, что перед лицом Христа и ради вас. It means that if the church has a proper, has a leadership that is functioning correctly, если у церкви есть руководство, которое правильно руководит, and they have God's wisdom in their mind, и у них есть Божья мудрость, and they see a sinner who repents and decides in their hearts that that person has truly repented, then they can be, have confidence that God has forgiven him as well. That in that decision, they are showing the wisdom of God and thinking the thoughts of God. И в этом решении они показывают, что у них есть и мудрость от Бога, и что у них есть мысли от Бога. So, what are we saying? We're saying somebody really sinned a major sin. Итак, о чем же здесь речь? Кто-то согрешил очень тяжелым грехом. And they were punished by the church, rightly. And after that, that person came back and repented of their sins. But there were some people who still really looked down on that person. But Paul says, when someone repents of their sin, and they speak to the leaders of the church, and the church together decides that that person has sincerely repented of their sins, then our job, the job of the church, is to once again accept them and to love them and encourage them. He says something very interesting in verse 11. He says, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Он говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. And for a long time I'd read this and I'd say, I'm not sure which scheme we're talking about. Я часто читал этот текст и не понимал о каких умыслах он здесь говорит. I know that Satan is the deceiver and the accuser, but I'm not sure what scheme we're talking about here. Я знаю, что сатана это обманщик и обвинитель, но о каком умысле здесь идет речь? And I think we have an idea in this passage. И думаю, что из этого отрывка у нас есть идея. Let's look again at verse 7 and the last part. Последняя строчка 7-го стиха. He says so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. Вот что здесь написано. Дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. And I think that that's the scheme of Satan that Paul is talking about here. Вот это этот умысел сатаны, о котором Павел говорит. I think almost all of us have had situations in our lives where we really messed up spiritually. Думаю, что большинство из нас почти все имели эти ситуации в жизни, когда мы действительно что-то натворили. Where we did something that was kind of bad. Это было нечто очень плохое. Where we did something that was sinful. Это было греховное. Or maybe we had a time in our lives when we really weren't walking with God and we were doing things sinful. И у нас были, может быть, времена в жизни, когда мы не ходили с Богом и жили в грехе. And it's interesting that even after we've repented of those things, and even after we've confessed to God, and even after we've turned from those things, and even when we've done what we can to ask forgiveness of any people that were affected. There's so many times, especially when we're in a low time spiritually, that those things come back to us. That we remember them and we feel bad for them and those things drag down our spirit. And I think that the sins of our past, if we have repented of them, God has forgiven us. And we need to remember those things just so that we don't go back into them again. but when we remember them to feel guilty about them and feel dragged down in our spirit because of our past sins, that's not from God. That comes from Satan. And I think that that is an important message for this person in 2nd Corinthians. And it's an important message, I think, for most of us too. So what have we talked about today? We can see that the Holy Spirit gave us 2nd Corinthians as a book of comfort. And that God is a God who wants to comfort us and encourage us. He encourages us in difficult times. He encourages us when our plans don't go like we want them to. And he encourages us when people disappoint us. or people are and he encourages us when we make a mistake and when we sin. He encourages us to know that we are forgiven and we are accepted and that Satan should not be allowed to drag us down with those things again. So let's thank God for both sides of the book of Corinthians. Let's be glad for 1st Corinthians that when we go off the path and start going our own way God will discipline us and bring us back. And let's be glad for 2nd Corinthians too. That God loves to forgive us and encourage us and comfort us and lift us up. Amen. Thank you Lord for this day that you've given. thank you for this service that you've given us. May you encourage us to really take heart and trust in your comfort. Help each of us to turn to you sincerely. Help us to draw our hearts close to you. sa may you bless our children's choir today and may you bless the rest of the service and may you the rest the service Amen. Amen. Песня. 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 И слышать, не то что понять. А взрослым, хоть совесть вещает, Почаще его говорить, То гордость к тому не пускает, То звание и льчинь не велит. Она никому не мешает. Она примеряет людей, И тот, кто его применяет, Бывает сердечно добрее. Что это за слово такое, Что многих так сильно страшит? Несложно, очень простое. Прости, и Бог тоже простит. Умчались безвозвратные дни вчерашние, Одни следы оставим за собой. А в них вопрос звучащий без пристрастия. Чем мы встречаем Господа с тобой? Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее Во имя Господа, во имя Господа, Во имя Господа, мои друзья. Пока не прекратились дни погожие, Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Быть может, тяжкой ношей обессиленый, Ваш брат одолевает жизнь и тьму, Вы сделайте, что можете, посильное, Во имя Господа, во имя Господа, Во имя Господа, мои друзья. Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Сердечное участие бескорыстное, Полно душевной нежной теплоты, И ваша доброта, и ваша искренность, Помогут ближним счастье обрести. Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Стране родной небесной настроим арфы гусли, И запоем все вместе Асана и Иисусу. Кружится, как пушинка В космосе Земля, Средь бесконечной вселенной Так она мала. Люди, дайте руки друг другу, А Богу ваши сердца. Время забыть о здоровье, Вспомнить о любви, Что на земле народы Радостные пришли. Люди, улыбнитесь друг к другу, Люди, улыбнитесь друг к другу, Люди, улыбнитесь друг к другу, Пусть смеешь струиться из глаз. Любит Отец Небесный Всех людей Земли, О, поспеши, по чудесный Свет Его любви. Люди, воздадим Богу славу, Люди, воздадим Богу славу, Люди, воздадим Богу славу, Расславим имя Творца. Люди, дайте руки друг другу, Люди, улыбнитесь друг к другу, Люди, воздадим Богу славу, Расславим имя Творца. Люблю в собрания ходить, Где Библию читают, Где учит Бог, как надо жить, Где Иисуса славят, Где песни новые поют, Где молятся сердечно, Где мирно, тихо, Там аютно, там радость бесконечна. Лежат предо мною дороги пути, Зовут и влекут и манят, Но как же тот путь отыскать, Как найти, Что к счастью направит меня, Где эта тропинка, Что к счастью ведет, Что учит добру и хранит. Неправде и зло никогда не свернет, А станет дорога любви, Где эта тропинка, Что к счастью ведет, Что учит добру и хранит. Неправде и зло никогда не свернет, А станет дорогой любви, А в жизни так много широких дорог, Легко по которым идти, Но к счастью тропинка одна лишь ведет, А как ту тропинку найти? Христос ту тропинку поможет найти, Что учит добру и хранит. Неправде и зло никогда не свернет, А станет дорогой любви, Христос ту тропинку поможет найти, Что учит добру и хранит. Неправде и зло никогда не свернет, А станет дорогой любви. Христос ту тропинку поможет нир Kontakt вернет, Как реально свободу и thriны во всinto Прославление в хранит. Христос ту тропинки поможет найти, Христос ту тропинку поможет найти. Субтитры подогнали Симон. 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 Если кто внимательно изучает Библию, вы не сразу можете возразить той мыслью, что со смерти вот этого человека Асафа уже прошло около 300 лет. В то время, во время это уже люди столько не могли жить. Вообще, если мы просмотрим, мы встречаем 12 псалмов, псалмов Асафа под названием «Псалмов Асафа». Вот, предположим, если мы откроем 73-й и 78-й псалмов, знаете, это говорит уже, когда разрушился Иерусалимский храм, уже говорит о времени Вавилонского пленения. Это еще 100 лет. Это примерно 400 лет после смерти Асафа. И вот думаю, что из этого видно, что это были потомки псалмопевца Асафа, который был современник Давида. И мы читаем, да, что его сыновья, сыновья Асафа, они были лучшими, а в одни из лучших в Израиле певцы, которые стояли на службе при Доме Божьем. Еще мы здесь встречаем на каком инструменте, здесь говорится на орудии, да, инструмент, который назывался Шошаним Эдуф. Это означает «Лилии Завета». Знаете, такое прекрасное название. Я думаю, что чем дорожат или что берегу, да, вот «Лилии Завета». Знаете, я занялся поиском, я не нашел в Библии больше нигде, чтобы сыграли на этом инструменте. Это был единственный раз в Библии, когда сыграли на вот таком прекрасном инструменте «Лилии Завета». И вот в таком историческом контексте давайте мы начнем прочитывать вот этот псалом. Его можно было бы прочитать весь, но давайте мы хотя бы со второго стиха прочитаем по 17-й. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Монасию воздвигни силу Твою и приди спаси нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Господи Божий сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего, Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже, сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрисли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее? Так что обрывает ее все, проходящие по пути. Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Божий сил, обратись же, презри с неба и возри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница Твоя и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен от прещения лица Твоего погибнут. Знаете, сегодня, я понимаю, что сегодня больше такое вечернее собрание, оно более такое семейное. И мне в простоте я хотел сразу задать вопрос. Вот здесь встречается слово «прещение». Кто знает значение этого слова? Вас можно задавать вопросы? Да. Спасибо. Прещение, да? Не гарантируем, что будут отвечать. Хорошо. Это не прещение. Прещение. Вот 17 стих, да? Я посмотрел в словаре. Именно на эту главу, на этот стих написано ударение на второй слог. Прещение. Значит, означает гнев, угроза или укорение. Это сразу настораживает и говорит о том, что это, когда псалмопевец вот в молитве оплакивает состояние Израиля, это было ненормально. Значит, Божий гнев, да, он был обращен для того, чтобы истреблять. И вот здесь вот этот псалмопевец, он сравнивает израильский народ с этой виноградной лозой, которую перенесли из Египта. И вот здесь псалмопевец говорит, что и так уже 10 колен, они уже и так уведены в плен. Всего лишь два колена осталось, Иуда еще стояла. И вот здесь вот он говорит, что опустошают ветки, да, обрывают ее, топчут ногами, язычники пришли. И вот он говорит, что все это, все, что насадила десница твоя, она сегодня подрывается, и сегодня оно, ну, расточается. И в большой угрозе вот перед этим, как он здесь называет, лесным зверем. Мы хорошо понимаем, да, что корневая система, она очень важна для деревьев. И вот Бог, или псалмопевец, он сравнивает, что перенесли виноградную лозу и корни, корни, которые должны были, от которых должна быть вся влага быть, они распространились, они утвердились. И вот здесь вот он говорит, что вся эта система, вся система, которую Бог утвердил, Бог убрал ограду. Знаете, я понимаю хорошо, или после такого случая, я стал хорошо понимать, что такое корневая система. Знаете, мы купили дом вот еще до свадьбы, купили дом и начали жить после свадьбы, да, как вот Бог дал нам милость свою. И вот у нас был огород. И вот, ну, как знаете, у молодых всегда не хватает денег на хорошие, дорогие дома, да. И вот мы купили небольшой дом, и мы захотели очистить огород от вот этих деревьев. Знаете, ну, это огромный, огромный труд, который нам пришлось вложить. Нам пришлось привезти специальную технику для того, чтобы эти корни вот по всему огороду, чтобы сделать для детей площадку, убрать. Знаете, я знаю, если кто-то вот сталкивался с этим, я знаю, что Портландская церковь ваша, она очень знакома с тем делом, когда убирать нужно корни. Вот от вас, кто переехал к нам, вот семья Кондратьев, она рассказывала, как на вашем церковном участке, тоже вырывали пни и чистили от корней, правильно, да. И вот рассказывали, какой это огромный труд, да, какой нужен был бульдозер огромный, да, для того, чтобы совершать эту работу. И мы после этого знаем, да, и понимаем, что такое, да, вот эта корневая система, которая нужна для деревьев, чтобы они стояли. Высокие деревья, да, кажется, качаются, да, от такого ветра, когда срывают, может быть, крыши, да, деревья стоят. Слабые деревья, у которых подорванная корневая система, они надламливаются. И вот знаете, вот здесь 13-14 стих, где говорится, что для чего разрушил-то ограду ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути. «Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее». Это специальная техника, которую пригнал враг души человеческие, для того, чтобы вырвать эти корни, для того, чтобы искоренить. У меня вот вопрос, да, вот здесь написано еще одно слово «лесной вепрь». Может быть, кто-то знает значение этого слова? «Дикий кабан», да? Знаете, я удивился, когда нашел это значение этого слова, что сравнивается нечистое животное, которое пришло для того, чтобы осквернить землю, святую землю, которую осветил Господь, которую дал в наследство Израилю. И вот знаете, написано, что это дикое животное сравнивается с иноплеменниками, которые пожирают плоды, ломают и портят ветки. Но этого еще мало. И мы говорим, что они вырывают вместе с корнями эту смоковницу. Это была специальная техника, которую враг души человеческий он предусмотрел для того, чтобы искоренить Израиля. И мы знаем, да, что вот потом, впоследствии, Израиль весь ушел. Кто ушел в плен, а остаток ушел в Египет. И помните даже, да, что Иеремия, он ушел по не своей воле, тоже ушел в Египет. И вот народ, земля израильская, она была заселена язычниками. Но знаете, это будет в будущем. А сейчас вот этот 79-й псалом говорит о том, что иудеи еще стоят. И вот псалмопевец, он обращается за помощью и восклицает, вот второй стих, пастыр Израиля, в Немли. И он восклицает и говорит, нам нужна помощь. Мы видим, что процесс искоренения уже начался. И нам нужна помощь. И знаете, здесь он перечисляет в этой просьбе три колена, о которых я хотел бы обратить внимание. Пред Ефремом, Вениамином и Монасию. Может быть, Монасия, как самое малое колено, она в опасности. Вот мы видим, что здесь Ефрем и Вениамин, я извиняюсь, Вениамин, она была самая маленькая. Может быть, Ефрем и Монасия, они, вот мы видим, что они были сыновья Иосифа. Им отдано было первенство. Но Бог избрал Иуду, мы читаем, да, и отдал ему скипетр. Вот эти три колена почему-то, они перечисляются в просьбе. И написано, пред вот этими тремя коленами воздвигни силу Твою и преди, спаси нас. Вот зададимся вопросом, почему. Знаете, если мы вот откроем вторую главу числа, мы увидим там, как перечисляется шествие Израиля, которое, как вот шел Израиль по пустыне. Мы знаем, да, что в центре всего, это было Скиния, и колено Левия, которое шло в центре всего, на север, это было три колена, Дана, Асира, Нефалимова. Впереди, как вшествие, да, было Иуда, Исахар и Завулон. На юг шел Рувим, Симеон и Гат. И вот три колена, которых мы здесь прочитали, они шли позади всего стана. Это были, может быть, по воинскому исчислению, которое мы вошедшие в исчисление, мы насчитываем там более 108 тысяч, да, воинского мощи. И вот мы видим, да, что три колена, которые перечисляются здесь, Ефрем, Манасий и Вениамин, они шли позади стана. Думаю, что это неспроста. Знаете, вот кому, вот, предположим, всегда был виден Скиния, Ковчег Завета, да, всегда они видели пред собою Ковчег Завета, Скинию, которая шествовала, и вот центр, да, самый больший обозреваемый был для вот этих трех колен. Может быть, поэтому он здесь говорит, пред Ефремом, Вениамином и Манасием воздвигни силу твою. Как они видели постоянно пред собою вот это шествие, вот этот столб, так они зашли за ним, и они видели эту силу Божию. И здесь он сравнивает это. Знаете, я буду, наверное, заканчивать свою проповедь, и хотел бы обратить последнее наше внимание. Вот здесь написано 15-16 стих. Я думаю, что это ключевые стихи, о которых говорит весь этот псалом. «Божий сил, обратись же, призри с неба, и возри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил в себе». Знаете, это была плачевная песня, которую воспел этот псалмопевец, потому что он видел состояние Израиля, и видел, что это ограда Божья. Из-за того, что народ израильский отступил, мы видим, да, 19 стих, мы видим, что Израиль отступил от Бога, и поэтому Бог стал убирать эту ограду. Мы видим, что он молится Богу и говорит о том, что охрани то, что насадила десница твоя. Я думаю, как тогда, так и сегодня эта молитва остается актуальной для каждого из нас. Мы сегодня, каждый находимся в служении, кто в малом, кто в большом. Но каждый из нас, каждый христианин, он несет это служение пред Богом. И у каждого есть то дело, которое Бог, ну, поручил в руки, и поэтому в наших руках благословение или неудача. Бог поставит свою ограду и утвердит или уберет ее. Знаете, я очень рад, что сегодня детский хор участвует у вас, детское служение. Я так сидел и думаю, Господи, это благословение для каждой церкви. Благословение для вашей церкви, когда есть тот виноградник молодой, о котором можно молиться, о котором можно поддерживать, и которым можно присоединить эти слова «Охрани то, что насадила десница твоя». Знаете, не наши заслуги, то, что наши дети сегодня славят Бога, не наша заслуга в том, что они на служении, это Божья Нива. И мы сегодня, да, мы просто, мы, я думаю, что я и каждый из нас, думаю, обязан, чтобы стоять в молитве перед Богом, чтобы Господь охранил все, что насадила десница Его. Нам ничего не принадлежит. Все это Божье. Мы просто работники, виноградники Божьи. У нас есть семьи, служения. Знаете, это все важно перед Богом. И все это нужно для того, чтобы совершалось дело Божье. Да благословит нас Бог, чтобы вот эта вот молитва, молитва Асафа или потомков Асафа, она сохранилась в нашем сердце, чтобы мы могли молиться за наших детей, за молодые виноградники, за молодежь, за все, что происходит в церкви. Потому что, как вот и в то время, да, это дикое животное, оно приходит, и оно хочет подрывать, не просто топтать, да, но в корне, какие устои, все, что, ну, дорого нам, то, что дорожит душа наша, то, что должны стоять на вот, на нужном положении, на нужном, мы должны это молиться перед Богом, чтобы Господь благословил нас. Закончу одним примером. Мое время истекло. Закончу одним примером. В городе, где мы живем, началась стройка моста. Стали строить новый мост через реку. И знаете, вот все вокруг, все, что можно было, знаете, что такое стройка, да, машины большие, все расчистили, все приготовили для того, чтобы совершать это строительство. И знаете, осталось одно всего лишь дерево. Все вокруг всего вот этого констракшена осталось только одно дерево. Его обнесли забором. Это было красивое дерево, и сейчас оно до сих пор стоит. Красивое дерево. И знаете, я когда проезжал мимо вот этого дерева, я вспоминал вот эти слова. Огради то, что насадила десница твоя. Вот так вот Бог поступает, если мы стоим в проломе за наше служение, за детей. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Как легко на сердце, радость на душе, Целый путь открылся мне. Счастье ожидает впереди меня, Иисуса встречу я. Вместе за Иисусом мы пойдем, С землян греха уйдем. Боже, спасший нас во смерти, Боже, искупил, Будь в осенне на мордвы. Все мы, божьи, дети, Он нас всех просил, За Иисусом поспешим. Вместе за Иисусом мы пойдем, С землян греха уйдем. Боже, спасший нас от смерти, Кровь искупил, Пусть мы с землян греха уйдем. Вместе за Иисусом мы пойдем, С землян греха уйдем. Боже, спасший нас во смерти, Кровь искупил, Будь в осенне на мордвы. Буду співати, Славу складати, Тому, хто на хресті, Залонах мер, Хто на Голгофі, Тому в розпятий, Вічне життя і щастя мені дав. Я співаю Аллилуйя, Хай звучит тобі хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе славить вечно буду я. Я співаю Аллилуйя, Хай звучит тобі хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе славить вечно буду я. Тобе одному Богу святому Моя песня слави и хвали Ти мой учитель, творец и хранитель За вечную любовь, я дякую тоби Я спеваю Аллилуйя Гай звучит тобі хвала Аллилуйя, Аллилуйя Тебе славить вічно буду я Я спеваю Аллилуйя Гай звучит тобі хвала Аллилуйя, Аллилуйя Тебе славить вічно буду я Гай не змовкає, завжди лунає Пісня хваління тобі в наших серцях Дай Боже сили вірним лишитись Щоб тебе славить вічно в небесах Я спеваю Аллилуйя Гай звучит тобі хвала Аллилуйя, Аллилуйя Тебе славить вічно буду я Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Тебе славить вічно буду я Мой спаситель был дитя Таким маленьким, как я Слушал он всегда во всём Папу с мамой день за днём Слушал он всегда во всём Папу с мамой день за днём Мой спаситель был дитя Таким маленьким, как я Папу с мамой он любил Только правду говорил Папу с мамой он любил Только правду говорил Я спасителя люблю Всегда правду говорю И хочу сильней всего Быть похожей на него И хочу сильней всего Быть похожей на него И хочу сильней всего Быть похожей на него И хочу сильней всего Знаю, что настанет день День, когда увижу я В славе вечной Господа Христа Иисус Спаситель мой Солнце правды Бог благой Неизменный друг мой Всегда Наш Бог великий всемогущий Наш Бог силён и везде сущий Ты сделала всё Примудрый Творец Ты мой дивный Отец Сына нам послал сам Бог Чтоб избавить от грехов Так Он возлюбил наш грешный мир Нас от смерти искупил Чтоб греху я не служил Он мне приготовил дивный пир Наш Бог великий всемогущий Наш Бог силён и везде сущий Ты сделала всё Примудрый Творец Ты мой дивный Отец Ты мой дивный Отец Наш Бог великий всемогущий Наш Бог силён и везде сущий Ты сделала всё Примудрый Творец Ты мой дивный Отец Ты мой дивный Отец Ты мой дивный Отец Ты мой дивный Отец Как олень жаждет Моя сила мощи Тебе одному Мой дух спешит Ты один Жажду утоляешь Предношу Хвалу тебе Не нужны мне богатства мира Только ты меня мечешь Ты один же, но не сердце Только ты покой даешь Ты один, моя сила мощи Тебе одному мой дух спешит Ты один жажду удаляешь Приношу хвалу тебе Тебе одному мой дух спешит Царь правящей вселенной Это ты, мой друг и брат Возлюбил тебя больше всех на свете Ты один, моя сила мощи Тебе одному мой дух спешит Ты один жажду удаляешь Приношу хвалу тебе Ты один, моя сила мощи Тебе одному мой дух спешит Ты один жажду удаляешь Приношу хвалу тебе Тебе одному мой дух спешит 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 Продолжение следует... Тебе одному мой дух спешит Субтитры подогнал «Симон» 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 Перенесемся во времена Нового Завета Где мы видим, каким образом развивала жизнь Иисуса Христа Как Он родился, как Он рос И как начиналось Его служение Но прежде, чем мы начнем рассматривать эту историю Есть место, о котором сказал апостол Павел в послании Тимофею в 3 главе, 16 стихе, такие слова «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». Вот такое слово, одно из обращений имел апостол Павел в первом послании к Тимофею. И место, на которое я хотел бы обратить внимание, это «Бог явился во плоти». Вот это место. Евангелие от Луки рассказывает свою сторону, как он видел жизнь Иисуса Христа. И вот момент, который апостол Лука описывает в четвертой главе послания Евангелия от Луки. Четвертая глава, у кого есть Библию, откройте. Четвертая глава Евангелия от Луки. После того, как Иисус Христос был крещен, Он идет в пустыню для того, чтобы быть испытанным. И Писание повествует нам о том, что Он был там, находился 40 дней. И когда Он был искушаем дьяволом, Он не ел и не пил, но напоследок залка. И вот в тот момент, когда Христос взалкал, к Нему приходит дьявол и начинает с Ним беседу. Читаем. Четвертая глава Евангелия от Луки. С третьего стиха и ниже. «И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной. И во мгновение времени сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана Мне, и кому хочу, даю Ее. И так, если ты поклонишься Мне, то все будет Твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от Меня, Сатана, написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И повыел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не притнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И окончив свое искушение, дьявол отошел от Него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Что происходит дальше, после вот этого случая? Христос приходит в Галилею, и мы читаем следующее, что Он заходит в храм, начитает читать Слово, разъясняет Его и говорит удивительные слова, «Ныне пришло спасение», и Он рассказывает о том, что Он является тем, кого они ждали. После недолгого времени Он был изгнан, изгнали Его, не понравилось это евреям, как обычно многое им не нравится. они изгнали Его. Христос чудом проходит через их толпу и направляется в Капернаум, где Он начинает совершать свои чудеса. Он уздоравливает больных, Он изгоняет бесов, Он делает многие чудеса. Вот после этого случая у пустыни, Христос сразу же приступает к служению. Он имеет силу от Бога. Он имеет благословение, сопутствие в том, чтобы трудиться, чтобы совершать свое предназначение. При том всем, друзья, что мы знаем, что Он был Богом, апостол Павел делает ударение в послание к Тимофею и говорит, великое благочестие – тайна. Это до сих пор тайна. Каким образом великий Бог, Бог Вселенной, мудрый, не имеющий начала ни конца, Бог справедливый, Бог мира, Бог любви, Бог, которого не мешает Вселенная, не мешает бытие, в Иисусе Христе сходит на землю. В этом тайна, друзья. Но, тем не менее, мы считаем, что Христос залкал. Ему захотелось есть, ему захотелось пить. И вот в этот момент подошел дьявол и начал его искушать. При том всем, как мы говорили, мы знаем о Боге, кто был Христос. Была та часть, на которую Бог сделал определенное ударение, чтобы нам, для нас сделать определенный месседж, дать нам определенную истину. Обратите внимание, каким образом дьявол обращается к Христу. Он спрашивает, вернее, говорит ему, сделай вот это. Он видит, что человеческая часть Иисуса Христа жаждет отдыха, жаждет еды, жаждет воды. И он, говорит, нажимает на ту самую больную точку, говорит, скажи, чтобы этот камень сделался хлебом. Поешь, и станет легче. Христос сразу, недолго думая, говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И так три раза дьявол определенным образом подходит ко Христу, говорит, вроде бы казалось, небольшое, но, говорит, то самое важное, давит на ту сторону, нажимает на ту часть, на которую человечество, человек обычно попадает в его сети. Но Христос с достоинством проходит это испытание. Один ключ, который использует Христос, он говорит, написано. Вот есть Слово Божие, написано. Не всяким хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божиим. Написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Сказано, не искушай Господа Бога Твоего. И услышал это, и окончив свое все искушение, дьявол отошел от него до времени. Вот наступил тот момент, когда Христос привел места из Писания, когда Христос привел Слово Божие, как то разделяющее звено, что не помогло, не дало никаких шансов дьяволу искусить Его. Почему эта история написана для нас, друзья? Почему нам нужно знать, о чем говорил Христос в пустыне? Почему нам нужно знать, что Он взалкал? Почему нам нужно знать, что Он, будучи Богом, прошел это? Ведь можно просто предположить, что прошел бы. Ведь Он же Бог, на это Он был послан. О нет, дорогие друзья, здесь есть та часть, которая принадлежит нам. Есть та часть, о которой Бог знал. Есть та часть, которая наша. Приходит момент, друзья, в жизни моей и в жизни вашей, когда мы начинаем переживать то, что переживал Христос в пустыне. человек взалкал. Он понуждал, у него нужда, ему нужно отдохнуть. Есть то, что ему нужно решить этот главный вопрос. И в этот момент приходит лукавый. И он использует все самое искусное, что он может. Он же отец лжи, он делает все, что он может, все, что он хочет, чтобы забрать нас. Правильно сказал апостол Иоанн в 8 главе 44 стихе. Читаем. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей, от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Так Иоанн обращается к тем, кто были его служителями. Простое понимание истинно заключается в том, друзья, что тот, с кем мы имеем дело, противник душ наших. Он самосердце греха. Его желание использовать все, что он может. А может, он многое. Писание говорит, что он отец лжи. И используя все свои направления, он определенным образом давит на человека, давит на его греховную природу, чтобы поломать его, чтобы посадить его, чтобы не дать ему повернуться к Богу лицом, но повернуться к Богу спиной. Идет борьба за душу, используя тело. Христос прошел через это испытание. Он проходит, и дьявол отступает от него. И мы видим, когда он возвращается из пустыни, он отправляется в город. Он идет рассказывать о том царстве, о той радости, о том благословении, который он принос на землю. Цель дьявола была повергнуть под сомнение божественность Иисуса Христа. Его задача была искусить Христа, чтобы он нарушил свое достоинство называться Сыном Божьим, Бога-человеком. Он все сделал, что он мог. Христу были даны большие испытания, друзья. Он прошел. Мы сами говорили о примере вначале, о маленьких детях, которые хотят, чтобы взрослые их поддерживали, особенно родителей, когда они делают эти первые шаги, когда они ползают, когда они хотят встать, им нужна чья-то поддержка. Христу нужна была поддержка своего Отца, когда Он был в пустыне. Он ее получил. Получил, потому что смирил свою волю и сказал, написано, вот это слово Моего Отца, в этом сила, в этом есть правда. Вспомните другой пример, друзья, когда в Гефсиманском саду Христос пошел молиться своему Отцу. Он молился много раз. Он настолько переживал вот эту тягость греха земли на себе, что пот его капал, как капли крови. И Он говорил удивительные слова. Отче, доминует меня сия чаша. Но, впрочем, не как я, но как ты хочешь. Он смиряет свою волю своему Отцу. Он склоняется перед своим Отцом. И другими словами Он говорит, я умру за этих людей, я иду на эту жертву ради тебя, ради них. Я люблю их и люблю тебя, говорит Христос. Я хочу подчиниться воле Твоей. Я хочу исполнить волю Твою. И в этом Христос получает силу и идет на этот позорный крест. 1 Петра во 2 главе апостол Петр говорит следующие слова. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Будучи злословен, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судей праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Вот какое описание дает апостол Петр Господу, Господу, с которым он был вместе, с которым они вместе рыбу ловили, с которым они вместе ловили людские души для Царства Небесного. Тот самый Петр, который отрекся и потом горько извинялся и каялся перед Богом, он говорил о своем Учителе. Вот какой он был. Он этого не сделал, он этого не сделал, потому что любил людей, любил этот мир и хотел умереть за каждого из нас. Он сделал это, был послушным своему Отцу. Тот момент, друзья, когда Он, Иисус Христос, был на Голгофском кресте, когда Он висел прибитый. И вот были те последние минуты, когда Ему нужно было совершить самое важное дело. Он спасает, быв пригвожденным на кресте, Он спасает разбойника, помог ему, дай ему надежду, что увидит его в Царстве Небесном. В этот же самый момент Он говорит и просит Отца своего прости ему, отче, ибо не знают, что они делают. В этот же самый момент говорит Отцу «Ныне отче предаю Духа своего тебе». И Он умирает. До последнего Он был верен Отцу Своему. Ему так хотелось, чтобы Отец не отворачивал лицо своего от Него. Ему так хотелось в тот момент, когда Он был пригвожден на Христу, Писание говорит, Он умолял его «Эли, Эли, Лама Савахвани» «Господи, зачем Ты меня оставил?» Христос умолял, потому что в этот момент Он был один. Чтобы пережить смерть за человечество, чтобы пережить и умереть за грех, пришла та точка, где Христос пережил большое унижение и большие страдания. Он умирает за человечество. И когда люди стояли сбоку, Он говорит, Он Илью ждет, Он Илью кличет, но речь шла о другом. Он умолял Отца помочь ему. Господи, зачем ты меня оставил? Но пришел третий день, когда наш Христос воскрес. И Он является среди учеников и рассказывает им, и Его само появление говорило им о чем-то другом. Так как все простые смертные, им казалось, что Царство Небесное где-то будет на земле. Им казалось, что то, о чем говорил Христос, где же оно? Ведь вот же оно будет где-то здесь. Когда Христос рассказал им и показал свои раны, когда Он вознесся и сказал, каким образом я сейчас, вы видите, это будет, я приду таким же образом. Христос показал этот чудесный пример подчинения своему Отцу. Христос показал этот чудесный пример, провел эту параллель, провел эту черту, чтобы мы видели, каким образом, как нам казалось, Он был один, когда нам кажется, его все оставили, и он говорил отцу, не покидая именно, для чего ты меня оставил? Ну и впрочем, никак я, отче, как ты этого хочешь. Проходя пустыню испытаний, братья и сестры, мы порой остаемся одни. И нам кажется, что даже Бог оставил нас. И нам кажется, каким образом я мог попасть в такие искушения? Каким образом я мог дойти до этого момента? Почему я раньше об этом не думал? Каким образом я мог попасть в эти обстоятельства? Почему? Как же я никуда не смотрел? Да не бодрствовал я. Наверное, Бог не слышит меня, хочет наказать меня, или не отвечает на мою нужду, не отвечает на мою молитву. Сила, которую имел Христос, чтобы противостоять в искушении, это было слово Его Отца. И Он говорил, написано, сказано, написано. Наша сила, друзья, наше вооружение – это слово нашего Отца. Слово нашего Господа Иисуса Христа, который, я сказал, не оставлю вас, не покину вас. И есть чудесное место в подтверждении этому первое послание Коринфянам, 10 глава, 3 стих, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из всех сил, но при искушении даст и облегчение так, даст облегчение, чтобы что? Вы могли перенести». Апостол Павел обращает внимание и говорит, используя то, во что вы попадаете, используйте это так, чтобы прославить Отца Своего Небесного. И если мы начнем рассуждать подобным образом, что то, что постигает нас, это нам по силам, мы совсем по-другому начнем смотреть. Совсем по-другому. Ведь Христос, как человек, противостоял. Ведь Он сказал написано. Знал Писание. Знаем Писание и мы. Знает Писание человек для того вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Зная Писание, зная истину Своего Отца, зная истину о Своем Боге, в Котором мы верим, есть у нас возможность противостоять искушению. Есть искушения, в которые мы попадаем, анализируем свою жизнь, приходим к Богу в расстоянии. Но есть вещи, которые мы можем предусмотреть. И для этого у нас есть цель, резерв, ресурс, который дает Господь это Слово Его. Для каждого из нас необходимо помнить, друзья, что наша главная сила, наша главная поддержка, наш главный ключ к победе над искушениями – это Слово нашего Отца. «Если все оставляют нас, оно всегда с нами. Оно в нашем сердце, его не нужно носить в руках, его не нужно доставать из полки, оно в нас, оно живет нас и говорит Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Поэтому пусть Бог благословит нас. Размышлять подобным образом, что те искушения, которые надвигаются на нас, они, если есть, то они нам по силам. И как в свое время Отец не покидал пустыню Христа, но давал ему силы пройти через это, Христос использовал Слово своего Отца. Подобным образом мы можем то же самое и делать, исследовать стопам Христа, использовать Слово Его, ту истину, которая освободила нас». И последнее место, 1 Петра, 3 глава, читаем. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословие от вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив Духом». Да, друзья, наша цель, наше призвание не просто жить на этой земле, проповедовать Слово Божие, или противостоять, учить других, или тренироваться, как можно противостоять искушениям. Это само собой разумеющееся, но есть более большая цель, ради которой мы живем. Мы живем ради того, чтобы достичь неба. Эти все шаги, о которых говорим, это только те шаги, которые мы используем, чтобы делать один за другим, продвигаться к нашей цели. Пусть Бог благословит нас помнить, что Христу был поддержка Его Отец. Но у Христа была воля своя подчиниться Своему Отцу, и в этом Он имел славу. Чтобы иметь славу и благословение в Господе, нам нужно волю свою подчинять Отцу, угождать Ему и следовать Его предписаниям. Пусть Бог благословит нас. Будем молиться. Аминь. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе, наш Иисус, в этот вечер. Мы благодарим Тебя, что Ты умеешь за нас, когда мы еще были грешниками. Мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас до смерти и смерти крестной. Мы славим Тебя, наш Иисус, что Ты подчинил волю Свою Отцу Твоему. Ты любил Его, Господи, Ты хотел угодить Ему, Ты любил нас, Ты умер за нас. Ты сидишь одесной Отца, и мы благодарим Тебя, Господи, что Ты ешь наш Бог, Бог жизни нашей. Мы просим Тебя, чтобы Ты укрепил веру нашу, укрепил любовь нашу к Тебе. У нас есть цель, это вечное царство, жизнь с Тобой, Господи. И вот эти дни на этой земле, эти шаги, помоги нам делать их с Тобой, Господи. Укрепляй нас в часы искушений, укрепляй нас в истине Твоей, чтобы, используя ее, мы преодолевали искушения таким образом, как Ты это делал, быв подобным нам. Мы благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Все согрешения Бог не простил, Он мне простил, Он мне простил, все согрешения Он мне простил, в честь Иисуса Христа. Радость напомнила сердце мое, сердце мое, сердце мое, сердце мое, радость напомнила сердце мое, в честь Иисуса Христа. Славу Спасителю мы поспоем, мы поспоем, мы поспоем, славу Спасителю мы поспоем, в честь Иисуса Христа. В честь Иисуса Христа. Слава Господу, дорогие братья и сестры. Наше служение подошло к концу, и мы будем заканчивать несколько, может быть, напоминаний еще раз. На этой неделе у нас будут служения, как обычно. В понедельник будет разбор братья, кто занимается или отвечает за ведение малых групп. Завтра у нас встречи не будет, поэтому, пожалуйста, вы можете присутствовать на разборе. В среду будет братский совет, а так все остальные служения, как обычно. Есть несколько групп, и будут, да, только не будет встречи завтра. Еще одно объявление. Если кто-то нашел ключ утром на Сэнди, там в церкви, где мы собираемся, пожалуйста, верните. Я думаю, что если кто-то нашел, принесите сюда, а потом мы здесь передадим. Просьба помолиться, чтобы Господь благословил перелет и мою работу на предстоящей неделе. Владимир Григорьевич просит. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил меня. На предстоящей неделе у меня будет очень важный для меня экзамен. Верю моему Господу и в молитву церкви. Спасибо, сестра Люба. И еще одна записка. Прошу церковь помолиться за меня. В понедельник мне предстоит идти на операцию глаза. Прошу, чтобы Господь благословил руки врачей за благополучный исход операции. Заранее благодарю Дорофеева. Вот такие у нас просьбы к нашей заключительной молитве. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога за это служение. Думаю, что мы много услышали сегодня, чтобы мы могли сохранить сердце и исполнять это слово. И попросим благословения на эти нужды. Господь, мы очень благодарим Тебя за то, что милость Твоя продлилась. И Ты сегодняшний день благословил. С раннего утра и до этого вечернего часа Ты был с нами. Особенно благодарим Тебя за слово Твое, которое мы слышали и утром, и вечером. За то, что Ты много напоминал, утешал нас, ободрял, может быть, обличал тоже. Господи, благодарим Тебя за это. Как счастливы мы, что мы имеем Тебя. Как счастливы мы, что можем возвращаться к Слову Твоему, через которое Ты вновь и вновь вновь нас наставляешь, ставишь на тот путь, к которому мы должны идти. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты моему сердцу сегодня очень многое сказал. Благослови нас, всю нашу церковь. Благослови, Господи, чтобы мы могли исполнять то, что мы слышим, чтобы мы могли быть послушны Тебе, чтобы в тот день, когда Ты придешь за церковью своей, мы оказались готовы, Господи, и чтобы мы могли с радостью встретить Тебя и сказать, вот Господь, на Которого мы уповали. Благослови нас, Господи. Благодарим Тебя, что мы можем обращаться к Тебе со всеми нуждами. Мы знаем, что Ты слышишь наши молитвы. Мы, Господи, много раз испытывали в нашей жизни, как Ты отвечал чудесным образом на все наши нужды и на все моления наши. Сейчас обращаемся к Тебе, Господи, с этими нуждами и просим, услыши и благослови. Каждое переживание, каждую нужду, преклони ухо Своё, Господи, пошли в Свою благословение, Свою милость, яви в исполнении, Господи, желаний наших братьев и сестер. Господи, благослови, мы просим Тебя. Еще раз благодарим Тебя за это служение. Благослови предстоящее молодежное общение и нас всех, кто поедет к домам нашим, храни в пути и благослови на всю предстоящую трудовую неделю. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга.